Всем привет, с вами Пиксел и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба И сейчас мы находимся в тестовом сервере и я вам сейчас расскажу про нового персонажа под названием Эрл Это у нас будет Краб Ну давайте посмотрим, что это такое за персонаж Глянем его показателем Итак, давайте посмотрим сначала пассивку Краба Кстати, его характеристики на первом уровне выглядят именно так Потом мы рассмотрим характеристики его на 10 уровне, но это же будет потом Итак, по поводу пассивки Это называется изысканные манеры движения Быстрее ходят в сторону, как и подобает Крабу В общем, пассивка дает Крабу ускоренное перемещение в сторону при ходьбе Как это вообще в игре реализовано? Ну, так себе, честно сказать Но посмотрим, еще больше это посмотрим Может разработчики что-то доделали И у нас новая механика в игре появляется Эта новая механика называется хватка джентльмена Это активный скилл Краба или ульта А кому как больше нравится, что она делает? Как настоящий джентльмен, клешней подтягивает жертву к себе Итак, это как хуку пуджа в дотке, если кому интересно, да? В общем, это способность подтягивать противника к вам И вы можете, как бы, ну, притул его уже убивать Дальность 15 единиц внутриигровых и длительность 0,45 секунды То есть 0,5 секунды, длительность чего? Именно того, как оно подтягивает или того, как вылетает? В общем, непонятно Будем сегодня это все тестировать По поводу характеристик Вот так это все выглядит Также у Краба есть три артефакта Это дробовик, который среди залпом один Не двойной, к счастью, пока что Лук имеет очередь То есть это как пулеметик, да, получается Как у, блин, забыл Как у Орла, как у Дюка В общем, вы знаете, да? И копье один выстрел То есть копье тоже нас питается В принципе, что, неплохой у нас такой крабчик получается Все дальнеобойные атаки Посмотрим, насколько они будут На какую дальность они будут бить Хотя здесь вот угол разлета Дальность 6,36 Это вообще близко Десяточка Ну, дальность 18 Ну вот, копье чуть больше даже, чем активный скилл достает Так, сейчас я вам покажу крабика на 10 уровне Что вы понимали и могли сравнить его Насколько же он сильный с другими Ну, по сравнению с другими персонажами И так, вот так у нас выглядит крабик 10 уровня У него есть, получается, ну, 12 тысяч почти хп 10 почти тысяч урона Ну, 9-300, ладно, будем так говорить И давайте сравним его с другими персонажами То есть, к примеру, вот крабчик, да, у нас Есть вот такой вот красавчик 10 тысяч хп, 9-300 урон Ну, за дона, наверное, сравнивать не будем Давайте с Никсом У Никс у нас такой самый стабильный персонаж По урону и по хп И посмотрим, насколько же отличия Ну, у Никса 8 То есть, 2000 хп разница И урон на 2000 у Никса меньше То есть, вы представляете, да? Крабы по урону и по хп больше, чем у Никса Это первое Давайте Дону тогда еще чекнем Ну, на всякий случай Интересно, насколько же Дона 13 То есть, крабы у нас такой Средний хп-шный персонаж Чуть больше, чем у Никса, что вы понимали И урон примерно, как у Доны То есть, достаточно высокий урон Давайте бака еще посмотрим Ну, вот примерно по хп будут как бак А ну-ка, скипик у нас вообще Маленький Скипика 6000 хп, капец Бедняжка скипик Такой занерпленный вообще Но крабы у нас пока что не занерпленный Поэтому, возможно, это будущий имбан И, возможно, будем на нем сегодня тащить Ну что, давайте начнем с того, что выберем артефакт Для крабика, который сегодня будем использовать Я артефакты поставил на 6 уровень, чтобы, ну Плюс-минус понимать, что крабик может И, так сказать, чтобы вы понимали Что он может еще больше даже Чем то, что у него сегодня будет Думаю, возьмем ему дробовик Потому что основная механика краба Это у нас будет делаться через клешню Когда вы будете протягивать своего противника То есть, первый артефакт у нас будет Нитродробовичок Почему-то артефакты у нас 5 уровня все Давайте сейчас перезапущу быстренько И сделаю их 6 уровня В общем, как-то не захотели у нас артефакты Прокачиваться на тестовом сервере до 6 уровня Поэтому будем их прокачивать вручную Давайте улучшим прямо вот за 1000 Я там накинул немножечко голды Чтобы можно было все сделать Итак, надеваем нитродробовичок 6 уровня На нашего крабика И дальше нужно выбрать другие То есть, у нас еще есть лук Как основной урон Окей, давайте его наденем Улучшим на 6 уровень тоже Пусть у нас 2 6 уровня И у нас остается еще 2 артефакта Которые мы должны что-то сделать Я думаю, это будут артефакты у нас все-таки на Что-то полезное То есть, нужно на выживание что-то взять Я вот не знаю, стоит ли брать крабу Около адреналина на выживание И, к примеру К примеру, возможно, кофе Или отбрасывающее копье Или косточка Ну, в общем, это все такое Давайте тогда возьмем стандарт 2 на урон И 2 на выживаемость То у нас будет уколо адреналина И... Где же наши зубки вампира? Вот, зубки вампира На 6 уровень прокачивать не буду Нет смысла То есть, мы сегодня будем тессировать Только на то, как краб будет тащить Кстати, на краба и дакши Дополнительно есть скин Он будет доступен вам При покупке Первую неделю, наверное Преднеделю, да? Потом можно будет его выбивать Скинчик выглядит вот так вот Кстати, вот посмотрите на ноги краба Больше похоже на какие-то паучьи ножки Чем на крабе Ну, это уже разработчикам виднее Ну, прямодненький крабчик Че? Модненький такой Джентльмен, да? Лорд Эрл У нас называется скинчик Ну, давайте сегодня За стандартного крабика поиграем А уже потом как-нибудь Замутим с Лордом Эрлом Итак, ну что? Отправляемся в бой Посмотрим сейчас, как у нас Оно будет все играться в бою Итак, ну что же, ребятки У нас получается сложный режим Будем смотреть сейчас, как у нас Крам будет играться в сложном режиме Да, хоть это и все и боты Но это все-таки сложный режим Я игра на 10 уровне 15-й решил не прокачивать Не вижу смысла Итак Лук, как вы видите, у нас работает Блин, посмотрите, какой он матовый Как он матовый держит лук А мне интересно, и как мы сейчас Вот, кстати, вот как действует ускорение Видите, когда боком вы ходите У вас крафик ускоряется Это показывается Кстати, давайте теперь посмотрим, как ключня работает Ключня очень быстро активируется То есть Вот, нажали, она сразу активировалась Притягивает противника к вам Но урон не наносит, заметьте, да? Ключня только Блин, Никс забрал мой золотой лук Ключня только Притягивает противника Урон она никакой не наносит К сожалению Хотя Было бы прикольно, если бы наносила Никс тут какой-то Вообще наглый Ляньте, просто сейчас меня Просто Второй уровень Никса Кстати, воду тоже можно Притягивать, если вас откинет К примеру Очень далеко, кстати, кидается копье Возможно, стоит Крабику копье прокачать По воде он как, кстати, ходит? Быстренько? А ну, если в воде использовать Так, ну, очень сложно Как бы боком крабом ходить То есть Видите, вот я сейчас пытаюсь Как-то боком им пойти, но Блин, а как это Вот я не понимаю За эту механику Как настроить ходьбу боком Типа, ну Это надо всему, наверное, Будет научиться Потому что А, то есть Смотрите, вы В чем суть? Чтобы ходить боком Вам просто нужно развернуться С помощью лука И все И вы можете ускоренно идти То есть Вот эта вот фишка Такая краба Кстати, нету краба двойной залп Вот это жесть, ребята Извольте, у краба двойной залп Опа Берете вот так вот И притягиваете И все Это просто Это нереально У краба двойной залп С дробовика Серьезно? То есть Смотрите, в чем суть Вы берете Притягиваете Буйвола Блин, не дотянулся Я до буйвола Давай до бачка Давайте попробуем Еще раз притянуть бачка Вот, притягиваем бачка В смысле? Да как он так делает? Ладно, давайте Заберем аптечку Давайте притянем бачка Юзайте, смотрите Лучше, наверное, сначала Юзать Блин, ну бачок 11 уровня Это прям жесть Это прям жесть какая-то Его прям нереально победить Убегаем Наверное, все-таки На крабике стоит использовать Отбрасывающее копье Я даже придумал Отличную тактику Мы ее затестим В следующем бою Отлично Откидываю И еще раз Откидываю Блин, вот Момент Не забывайте Использовать лук Для разворота Или копье Для разворота Чтобы чисто Чтобы чисто делать развороты Так, смотрите Бак убиваем Дальше, к примеру Притягиваем никса Вот так вот Красивенько Опа Отталкиваем Хотя надо было сначала Сделать дробовика Ну, короче Вы суть поняли В общем, основная механика На крабе это будет то, что Вы притягиваете И дальше даете дробовик Потом делаете лук И потом стреляете копьем Отбрасывающим И ни один противник Во-первых, ни один противник не выживет А если кто выживет Он просто отлетит от вас Сразу очень далеко И вы полностью идеально все сделали Поэтому сейчас мы все это будем тестировать Блин, 75 Ну, это самый первый уровень Сейчас мы затестим 15 уровнем Хотя, думаю, 15 уровня нет смысла тестить В принципе, 10 уровня достаточно Давайте отправимся сейчас снова К выбору персонажа И посмотрим, что на нем можно изменить Итак, давайте заменим крабику Один из этих двух артефактов На, скорее всего, артефакт Который позволит крабику Отталкивать противников Так, ну что ж У нас есть, в принципе, два артефакта Которые можно заменить Это укол дреналина Или зуба вампира Могу сказать по крабику Что ему кпшки хватает Все-таки 12 тысяч А я G10 что-то думал 12 тысяч кп Это как у доны почти А ну-ка, секундочку, секундочку Давайте глянем на бака Вот наш бак Десятый уровень, да? Смотрим 11-100 Это больше, чем у бака кп То есть крабу у нас получится танк Просто танк получать Это нереально Дабл зал с дробовика Лук, который бьет очередью И копье, которое Это просто нереально Причем у копья Дальность как у луи примерно Чтобы вы понимаете Хотя можно даже сейчас затестить У копья у это 18 дальность На золотом, да? А у луи У нас дальность Давайте глянем Тоже 18 То есть Дальность как у луи Копья Вы знаете, как у луи Копья далеко бьет Поэтому Карл прям вообще Точнее эрл Я мне что-то карлом Хочется назвать Крабик эрл, да? Эрл такой получается у нас Ладно Идем менять Укол адреналина Потому что он, я думаю Вообще будет не нужен На более крутой артефакт Это отбрасывающее копье Потому что в связке Она просто идеально будет Заходить Хотя можно еще взять Вот такое нитро копье Которое увеличит дальность, да? До 50 Можно дальность увеличить Нитро копьем Но блин Оно конечно очень круто Большой урон Пусть воли наносить Много часто стрелять Но вопрос Если на вас попадется В 12 уровень Вы в него сдадите В полураскаст Ну вы на 10 К примеру, да? И вам нужно будет победить И вам нужно будет Потом как-то выжить Против этого 10 уровня Да? К примеру Это будет баг То лучше использовать Отталкивающий копье Все-таки Чем Хотя Она только не работает Только на Брюса Ну давайте Возьмем Отталкивающий копье Сыграем с ним Одну катку Посмотрим Стоится оно того или нет Насколько она будет эффективна Вообще Протестируем Крабика На его фул возможность То есть Фул возможность Это имею ввиду Полностью сделать Тот рассказ Который я хочу Сделать на нем Так Ну и что же Выбираем Крабика И отправляемся в бой Будем все тестировать Итак, ребятки У нас сейчас Легкий соло бой Вы не обращайте внимания Просто на тестовом сервере бои К счастью Или к сожалению Меняются каждые 10 минут Именно так режимы Поэтому Это немножко напряжен Но Зато мы сможем сейчас Более Спокойно потестировать Все возможности Крабика Итак Посмотрите Посмотрите На эту анимацию Какой он прикольный Вот такой же прикольный Как и Лизия По сути Потому что на Лизия У них тоже Разрабочные Тоже делали Крутую анимацию Рассвитивно Посмотрите На этого Крабика Какой же Ну матовый И чтобы ускориться Ребятки Вам нужно К примеру Взять Копье Направиться Ваш Джойстик Вниз Да Вот Как я сейчас Делаю И копьем Вот смотрите Давайте Сейчас Ладно Давайте сначала Бьем этих ребят Дабл дробовичок А? Не тащит Итак Чему я? В общем Чтобы использовать Быстрые движения На Крабике Вам нужно К примеру Вот вы бежите Сейчас влево Дальше Вы берете Либо копье Либо лук Зажимаете его И меняете его Расположение То есть Перетягиваете его Наверх И можете так бегать Влево Вправо Ну то есть Это офигенная механика Вот раньше Такого никогда не было То есть на Крабике У нас две механики Которые позволяют Во-первых Быстро перемещаться За счет вашего скила Чисто Да И второе Это вот это вот Такой хук Прям Просто позарядить Эту шикарную штуку Давайте Легендарного бота Притянем Сейчас он засветится Вот наш ботик Засветился Притягиваем Езаем сразу дробовик Езаем лук И откидываем копьем Вот примерно так Будет основной сетап Выглядеть По урону На данном персонаже Притянули Кинули дабл дробовик И Кинули И оттолкнули Копьем Да Если надо Ускориться Взяли Ускорились Давай сейчас Спингминщика Убьем А то он не мешает Я все таки хочу Блин Как же больно Бой этот бьет Ну как же больно Ну давайте Тогда все таки Убьем Вота Легендарного Заберем с него Легендарный лук За мной Потестируем Как у нас крабик Смотрится С легендарным луком Красавчик Посмотрите На лук В его руках Это что-то Как же он его держит Как арбалет Знаете Как Старые Такие Древние Арбалеты Держали Тоже Это Больше На арбалет Похоже Ну блин Радиус Радиус Жесткий Итак Ускоряемся Причем Если вы хотите Изменить там положение Вы просто должны Менять лук В другую сторону Блин Если он был Отхиль Давайте подождем Пока ботик Какой-нибудь Из этих ботов Друг друга убьют И потом Кому-нибудь притянем Мы попробуем На него Закинуть Полностью Весь наш Так сказать Рассказ Но я думаю Никто не переживет Весь наш рассказ Ну блин Это то есть Надо схватить Бляйте На его Смотрите На его Модочка Когда он идет Такой Дерзкий краб Дойди Вот Вот Черепаха Отлично Смотрите Сейчас черепаха Заканчивается Это мы его Притягиваем Ну почти Да Почти Ну просто Хочется Словить хороший момент Вот Смотрите Черепаха Притягиваем Вот эти черепахи Ну Бесит меня Охомиллиона Сейчас притянем Притянем Блин Ну и короче Не получилось Мне Раскидать правильно Но суть Вы поняли То что надо играть Кстати Автоатака Работает Спокойно Идеально Просто Вас никто не может Вы Отталкивайте Притягивайте Отталкивайте Притягивайте Дамажите Отталкивайте Притягивайте И все Причем Автоатака Очень круто Работает На крабике Прям очень круто Потому что Если вы Используете Ультимейт Его можно Использовать Как на Автоматическом Режиме Если вы нажмете Он и будет Автоматически Использоваться На последнего Ну на ближайшего Противника И таким образом Можно будет Очень быстро Все это комбинировать И Ну что Ну ребятки Ну вы имбо Играйте Пока не парни Вот чем Я могу сказать Против любых Ближников Наверное Кроме Брюса Это будет Вообще Идеально Заходить С дальниками Будет сложнее Особенно С Жирафчиком У которого Офигительный обзор А так В принципе Персонаж Очень крутой Полностью Одобряю И в Прямых руках Он будет Прямо имбовать Люто Ребятки На этом закончим Если видео вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь Оставляйте свои Комментарии И говорится Ждем имбу Не болейте Не скучайте Всем пока Пока